здравствуйте товарищи и так в этом замечательном ролике мы поговорим с вами о том какой я себе приобрел насос для своего путешествия потому что путешествие будет уже через полтора месяца и в этот раз я сделаю небольшой анонс перед тем как начну говорить они в конце ибо чтобы больше людей не услышали в общем ребята через полтора месяца я выезжаю с берлина на ted швеции то есть кто не знает что такое ted это оффроуд маршрут через швецию скажем их есть куча во всем странам европы то есть это такая интересная штука ted кому интересно можете загуглить но я поеду вот в общем по ted швеция транс европе поэтому я предлагаю если у вас есть желание скажем так прокатиться со мной по оффроуд то есть я честно скажу что я новичок поэтому быстро я гнать не буду если вы такой же новичок и вам интересно тоже что-то новое то приглашаю вас оставить мне компанию в начале августа или может быть даже последние деньки июля то есть я там уже буду спонтанно решать когда что я не знаю когда у меня там выходные будут в конце месяца поэтому если есть желание прокатиться то есть нам нам не обязательно ехать прям всю дорогу вместе мы всегда можем разъехаться если что-то не понравится если вы ограничены по времени вы всегда можете скажем так в любое время развернуться и вернуться домой то есть мы не при поездка будет не такая что мы будем прям вот привязаны к друг другу ни в коем случае то есть просто едем по пути пока нам по пути так скажем так вот ладно давайте вернемся к самому видосу непосредственно обычно я всегда использую вот такой вот девайс для подкачки колес принципе меня он очень устраивает работает безотказно но зараза весит пол килограмма поэтому я его использую в основном в домашних условиях если там дома вышел после дома подкачал и поехал но в путешествие я хочу что-то полегче поэтому был выбран компромиссный вариант я взял вот такой манометр вчера купил меряет очень удобно хорошо ну конечно немножко громоздкий но в карман помещается ничего страшно и вот такой вот замечательный насосик надеюсь будет он фокусе это велосипедно-автомобильный мото насос почему в чем его фишка почему я его именно купил давайте покажу ну мало того что он компактный весит немного он весит что-то около 150 грамм у него есть шланчик который вставляется непосредственно в него и шланчик он такой двухсторонний можно выбирать что вы хотите накачивать если вы хотите велосипед то вставляете вот так точнее сюда если вы хотите автомобиль или мотоцикл то просто переворачиваем его и вкручиваем то есть сейчас я его вкручиваю как под мотоцикл и все то есть очень удобно шланчиком можно подкачать поэтому для меня оптимальное решение именно взять его в дорогу то есть у меня была мысль вообще-то была мысль купить тюблисы поставить тюблис чтобы не вести с собой камеры и шиномонтажный инструмент а да только шила и жгуты я уже было заказал эти тюблисы все заказал было суббота до оказал потом думаю такой болель у меня же резина стоковая она наверно под это не подойдет она же не бескамерная там надо бескамерную резину но я уже вот было смирился с этой мыслью что нужна другая резина ладно закат хотя это еще не ну почти новая просыпаюсь на следующий день и вспоминаю в какой стране я живу я вспомнил что я живу в германии и у нас здесь все запрещено у нас здесь ничего нельзя то есть получается как бы если я поставлю тюблисы то я внесу изменения в конструкцию своего мотоцикла разверлю дырки и все в общем начал гуглить на эту тему можно ли легально их устанавливать на мотоцикл который ездит по дорогам оказывается нельзя понятное дело если это у вас чисто дурам или кроссов мотоцикл где вы ездите на специальных трассах или там специальных парках в лесу именно вот до без номеров тогда там делай что хочешь принципе никто тебе ничего не ставит а так как мотоцикл имеет номера и может ездить по дорогам то возникнут потом проблемы с техосмотром и не дай бог какая-то авария страховка тоже может залупиться слушай скажут у тебя вообще колеса как бы неправильный поэтому сам виноват в общем пришлось отказаться от этой идеи с тюблисами придется тащить камеры с собой такой вопрос ребята кто уже ездит вот на с камерных шинах и у кто уже прокалывал шины как как по статистике вообще какое колесо прокалывается чаще заднее или переднее мне просто интересно напишите в комментарии если имели такой опыт вот именно какая статистика в этом плане какие еще у меня планы что нужно приобрести я также очень подумал заменить себе аккумулятор поставить литий-ионный потому что он не весит ни хрена по сравнению с обычным стоковым аккумулятором ну терзает некоторые сомнения тоже если у вас есть опыт с подобными батареями аккумуляторами то напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу и имеет ли смысл или не имеет какова его мощность то есть ну в общем напишите пожалуйста свое мнение потому что меня терзают смутные сомнения с одной стороны хочется и колется чтобы как-то уменьшить центр тяжести у мотоцикла также на следующей неделе мне должны прийти новые складные зеркала для мотоцикла потому что тоже считаю что нужно зеркала поменять потому что при каждом падении первое что страдает это зеркало а а если оно будет складное оно по крайней мере при боковом падении оно просто сложится или вообще на оффроуде его скласть и ехать спокойно не бариться когда не будет зеркала тебя отвлекать ничего не будет то есть ты по инерции не будешь смотреть в это зеркало больше будешь концентрироваться на дорогу так что вот на следующей неделе должно все это прийти ладно ребята все заболтался я не буду тратить ваше время давайте увидимся в комментариях я отвечаю на все комментарии как правило так что пишите спрашивайте пообщаемся все до новых встреч